Мех Войны 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 И это при том, что профиль меха как бы компенсирует его малый силуэт при виде спереди. Массивный борт так и манит, стреляя не хочу. Так что победная тактика остается только одна – идти мордой вперед. А не боком, как напуганный обитатель прибрежной линии или доты. В принципе, что по легенде, что в реалиях МВО, данный мех не предназначен для длительных перестрелок. Он создан для подавления врага шквальным прямым огнем автопушек и другого дальнобойного вооружения. В МВО желательно из-за холма. А в уже проложенный огнем мародера коридор также можно идти, разумеется, прикрывая морос флангов. Ноги у него, кстати, средних размеров, но лайты их все равно любят. В игре представлено 4 модели мародеров – MAD-3R, MAD-5D, MAD-5M и геройский вариант Bounty Hunter 2. Для повышения живучести в игре разработчики повысили прочность структуры всем моделям мародера для всех компонентов, кроме головы. Также все модели, за исключением героика, поддерживают двигатели вплоть до 360-го рейтинга. Bounty Hunter 2 же ограничен максимум 300-м движком. MAD-3R Основная конфигурация меха, которая и была принята на вооружение СОЗЛ. Тот самый мех для подавления огнем, хоть в стоке и рассчитан на точные выстрелы и урон в локацию. АЦ-5 в правом борту с тонной боекомплекта, по одной PPC и среднему лазеру в каждой руке. Стандартный 300-й двигатель и никаких апгрейдов. Скорость на стоковом двигателе почти 65 км в час. Хардпойнты у машины. Вот что раскрывает ее потенциал в игре. Три баллистических слота в правом полуторсе, словно созданные для трех Auto Cannon 5 или трех Auto Cannon 2, уже оправдывают репутацию меха, притом с лихвой. Каждая рука вмещает по два лазера, а левый борт поддерживает установку АМС. Чтобы жизнь врагу медом не казалась, вся баллистика МЭД-3Р бьет на 5% дальше. Выделение тепла всем оружием снижено на 5% и еще на 5% для PPC, снаряд который еще и летит на 50% быстрее обычного. МЭД-5Д Острая зависимость от боеприпасов. Вот минус модели 3Р. 5Д исправляет данную ситуацию, заменяя Auto Cannon 5 на большой лазер увеличенной дальности. ППС в каждой руке сменилась на дальнобойную модификацию, а средние лазеры на их импульсные аналоги. В левом борту, оборудованном кейс, добавилась пугалка в виде стрик СРМ-2 установки с тонной боекомплекта рядышком. Двигатель сменили на сверхлегкий с тем же рейтингом. Мех оснащен прыжковыми ускорителями, дистанция прыжка 28 метров. В итоге можно установить два лазерных орудия в каждую руку, плюс одно в правый борт, и две ракетницы в левый, рядом с АМС. Так как модель стала горячей из-за усиления лазерного вооружения, она оборудована двойными охладителями. В дополнение к этому, все генерируемое оборудованием меха тепло снижено на 10%. Скорость полета ракет и скорость перезарядки увеличены на 10%. МЭД-5М Вариант для агрессивных переговоров на ближней дистанции. Связка большого и среднего импульсных лазеров в каждой руке и ЛБ-10Х автопушка в правом борту. Мало врагу? Вряд ли покажется. К ЛБ дано 20 выстрелов. Боекомплект защищен системой Кейс. Для того, чтобы переговоры можно было вести подальше, машина прокачана двойными охладителями. Данная модель является гибридом 3Р и 5Д, унаследовав от последнего сверхлегкий двигатель и прыжки на 28 метров. В Мехлабе на данную модель можно поставить две баллистики в правый борт и по два лазера в каждую руку, а МС в левом борту. Все тепловыделение Баттл Меха снижено на 5%, а лазерный луч длится на 10% меньше. Баунти Хантер 2 При создании этой модели явно руководствовались принципом «Больше лазеров, богу лазеров». За основу разработчиками взята модификация 3044 года, вторая по счету, отсюда и двойка в названии. Каждая рука имеет по три лазерных слота, RPPC и средний лазер в стоке, да еще один в голове, там средний лазер в стоке. Правый борт с одной баллистикой, слот занимает винтовка Гаусса, что и хорошо, и плохо одновременно. В левом борту АМС-неразлучница. Мех может прыгать, как и два предыдущих, на 28 метров. Правда, как было сказано чуть ранее, двигатель серьезно урезан. Стоковый 225-й рейтинг дает скорость порядка 49 км в час, а максимум ограничен стоком других моделей. Мех сугубо для боя на дальних дистанциях. Дальность энергооружия увеличена на 10%, для среднего лазера бонус удвоен. Все тепловыделение снижено на 5%. Идеальный ход этим мехом в МВО – либо прорываться вместе с другими хэвиками, прокладывая себе дорогу стальным или огненным ливнем, либо прижимать противника к земле и стенам издалека, хотя в этом случае он будет уязвим для фланговых атак. Пилотам мародеров стоит опасаться обхода с тыла и сбока, так как полуторсы и спина машины страдают почти наравне с бортами и реактором Дайра. Хоть мародер и маневреннее 100-тонного дальше. Удалось ли PGI вернуть в игру легенду и порадовать фанатов оригинальной вселенной, возродив легенду в Вихуарер Онлайн? Определенно да. Ведь разница с первоначальным дизайном мародера хоть и заметна, но незначительна, и узнаваемый силуэт в прицеле радует глаз так же, как и грохот автопушек с правого борта. Мародер сохранил большую часть своих боевых качеств, а спецификами Хвориор подарил ему уникальные черты – как недостатки, так и преимущества. Живучесть. Два хэвика из трех. Мех сильно страдает на XL, что ограничивает область его применения и подвижность. Зато на стандартном двигателе из Баунти Хантера может получиться хиленький, но все же таки зомби. Огневая мощь. Три хэвика из трех. По потенциалу мародер превосходит даже некоторых ассолтов. Другие комментарии здесь просто излишни. Скорость. Два хэвика из трех. Так же средние показатели. Около 80 километров неплохо для хэвика, но есть и более шустрые представители данного класса. Управляемость. Три хэвика из трех. Мародер, несмотря на низкую зачастую скорость, очень подвижная машина, способная сдерживать одновременно несколько вражеских мехов, быстро реагировать на смену боевой обстановки и не дать себя закрутить к лайту. Этим и наличием прыжковых ускорителей машина заслуживает высшей оценки в управляемости. На этом все. С вами были МВ Фэнс. До встречи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok